Он такой красивый, ну класс, на обычных женщинах, которые мне не понравились. Надо мне, не надо, будет нравиться. Бывают эмоциональные нужные и эмоциональные ненужные. Всем привет, дорогие девочки! Я Мария Винникова, профессиональный визажист из Киева, сейчас живу в Лиссабоне, Португалии. Это информация для новых людей, кто видит меня впервые. И сегодня у нас очень классное видео, новинки косметики, которые и у некоторых брендов, это были недавно запуски и некоторые, которые новые в моем бьюти-кейсе. Мы с вами по всем категориям пройдемся, сделаем вот такой красивый летний макияж с яркой коралловой помадой. То есть у нас сегодня будет вообще и SPF, Dior, и уходовый продукт с SPF на лето вам понравится. Много Тома Форда у нас будет и тени, и фаундейшн, помада Сисли, Том Форд, тушь. Короче, все как вы любите. Я прям сама ждала этого видео, знаете, потому что подкупаю, подкупаю, а как-то, знаете, там в макияже что-то не показала, тут я забыла, а тут, как бы, знаете, вот такое вот видео, ну, класс. Вот, и у бренда были классные, красивые запуски, то есть у меня вот бронзер Dior, на сегодняшний день это просто мой самый любимый бронзер, он такой красивый, там, начиная с упаковки, заканчивая вообще нанесением и так далее. Конечно же, всегда я рассказываю, как всегда, для каких типов кожи подходит продукт, для тонов кожи, кому хорошо. Из интересного я вам, девочки, еще в конце покажу два продукта, это Dior и Charlotte Tilbury, которые недавно вышли и которые мне не понравились, то есть я не понимаю, что с этим делать, может, вы мне подскажете. Вот, такие прямо у Charlotte, вот буквально недавно это был запуск, и я не понимаю просто для кого, ну, для реальной жизни он немножко не работает. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, покупать вам или нет, потому что маркетинг работает просто прекрасно, знаете, это все нас вдохновляется, это красиво показывается, но все-таки в реальной жизни не все оно работает на обычных женщинах, на коже с порами, знаете, которые у всех у нас есть. Вот, поэтому я вам сразу в макияже все показываю, рассказываю. Еще, девочки, такой нюанс. Обычно после моих таких видео все очень вдохновляются на покупки, и мне некоторые пишут так немножко, даже знаете, что, боже мой, ну, опять после вас там хочется кучу покупок делать. Девочки, помните, что для меня это, я профессионал, да, я бьюти-блогер, и это моя работа пробовать что-то новое и рассказывать об этом вам. Поэтому я как бы, ну, достаточно много покупаю, и то у меня, как у бьюти-блогера, я считаю, не так уж и много косметики, потому что я избирательно подхожу, я не покупаю все запуски подряд, я хожу, трогаю, я смотрю, анализирую, надо мне, не надо, кому оно подойдет. И много таких продуктов, например, как кремовая румяна Rare Beauty, вот, которая тоже в ракушке, я не взяла, потому что там слишком металлический блеск, слишком, и на кожу с порами, там даже, ну, оно может конкретно подчеркнуть, даже если, например, небольшие поры, вот как у меня нормальные поры, там сухая возрастная кожа, нет. Вот, поэтому помните, что для меня это работа. Вам иметь такое количество косметики не обязательно. Я, наверное, знаете, звучу, как тот странный бьюти-блогер, который говорит, сейчас я вам расскажу про новинки, но вам все это не нужно. Нет, смотрите, все равно что-то где-то как-то будет нравиться. И если вас что-то вдохновит, и вы захотите вот такую прекрасную, яркую помаду коралловую, которая будет дарить вам настроение этим летом, да, которая сделает вас чуточку счастливее, то я считаю, что нужно, нужно прям ее покупать, красить и радовать себя каждый день. Если это 115-я палетка теней, и вы, это будет очень эмоциональная покупка, и вы понимаете, что вы потом не будете пользоваться, то просто мой совет, вы знаете, сделайте себе список, то, что вы хотите, то, что вы вдохновились, да, вот, допустим, сегодня от меня, и не покупайте сразу же в этот день. Дайте себе хотя бы дня три немножко остыть, немножко, знаете, проанализировать, посмотреть, оно действительно вам нужно или нет. Окей, если не нужно, но очень сильно нравится, и оно не выходит у вас из головы, да, и вы понимаете, что вы будете этим пользоваться и чувствовать себя более счастливой, то тогда берем. Если уже на третий день вы понимаете, что, в принципе, ну, как бы необходимости нет, и, наверное, вряд ли я этим буду пользоваться, оно будет лежать, все, не берем. То есть это такие, знаете, я у вас шапоголик со стажем, поэтому я, как бы, сейчас стараюсь быть более экологичной, вот, даже в моей профессии. И вот такие вот правила я для себя вывела. Надеюсь, они вам помогут тоже не делать вот таких вот, знаете, эмоциональных и ненужных покупок, потому что бывает эмоциональное нужное и эмоциональное ненужное. Вот, и еще момент, который я вас попрошу, я вам напомню в конце тоже. Выберите, пожалуйста, следующие темы, которые вам будут более интересны. Это из ваших же запросов, просто мне надо приоритетность понимать вот на сегодня. У нас есть запрос классный, тона на лето я готовлю. Помады на лето по типажам. Тоже интересно, потому что на лето яркие хочется. У меня Шарлотт Тилбурри еще много непросмотренного. Вот, в общем, вот такая классная тема. Помады на лето по типажам. Косметичка минималистка. Тоже классная тема, потому что сейчас мы как-то путешествуем, ездим. Не хочется брать с собой супер большие бьюти кейсы. То есть тоже вот как бы минималистичная косметичка. Это хороший запрос. И просто есть повседневный легкий макияж. Куда-то на прогулку, в супермаркет, в клинику. Вот мне тоже понравился. Очень такой, знаете, жизненный классный запрос. Макияж, наверное, полегче в плане техники. То, что я делала в видео летний макияж. Потому что там у меня получился такой, ну много там всего было. У меня было хорошее настроение. Хотелось дать вам побольше. Наверное, вот вышел запрос такой просто полегче в плане техники, в плане нанесения и быстрее какой-то, да, вот повседневный макияж. Вот, пожалуйста, выберите из этих трех тем, что вам на сегодня более интересно. Все, ну а мы начинаем наш шикарный, я считаю, обзор новинок. Пожалуйста, пишите, что вам понравилось. Какие-то вопросы, может быть, по вашему типу кожи, по вашему цвету, да, что вы там где-то хотите выбрать. Я на все комментарии отвечаю, вы знаете. И, пожалуйста, может быть, у вас тоже какие-то новинки прекрасные вышли. Может быть, что-то тоже, знаете, вот какой-то был запуск у бренда. Вы купили, и это оказалось просто какой-то невероятной роскошью. Пишите нам тоже. Мы будем очень благодарны, потому что, вы знаете, физически все попробовать я не могу. И это так классно, когда мы делимся друг с другом красивыми вещами и вдохновляем друг друга. Все, девочки, приятного вам присмотра. Пожалуйста, голосуем. Так, дорогие девочки, наши новинки косметики. Я хочу начать. Это как бы не совсем новинка на рынке, но у меня, вы еще не видели, это крем уходовый с Испиев. Это такой у меня прям самый классный летний крем, который я для себя открыла на Кипре еще два года назад, когда просто огромнейший ЮЭФ. Ты выходишь просто, и там надо с утра, чтобы ты уже наносил, чтобы что-то было уже на лице с Испиев даже в квартире, да, потому что там через стекло проходят UV-лучи. Девочки, мое открытие, и вот уже третий год пользуюсь вообще с удовольствием. Вот клиник. Супер Дефенс Испиев 40. Это уходовый крем. Там просто вот такой вот состав классных уходовых ингредиентов и витамин С в небольшом содержании, и неоцинамидом, и все-все-все. Все это с Испиев 40, и все это в нетяжелой форме. То есть для меня это вообще было просто, знаете, и мейкап-френдли, то есть как базу под макияж мы можем использовать. Я сейчас не буду наносить, потому что я уже его нанесла, и вот он такой, видите, дает немножечко типа как бы влажный отблеск, но он очень классно впитывается. Текстура такая, знаете, гелеобразная. Я думаю, что всем типам кожи будет прекрасно. Называется он Fatigue, плюс первые признаки старения как бы он убирает. Gel Multi-Correction. То есть он в гелевой форме. Если не ошибаюсь, есть там еще и пятидесятка Испиев, и для жирных типов кожи отдельно. Вот, можно брать этот, можно другие. Но чтобы вы просто знали, что вот у Клиник вот есть такая серия, которая просто потрясающая. Большой Испиев классно наносится, то есть на лето, вот прям highly recommend. И сразу отвечаю на вопрос, на ночь его не нужно наносить только днем. То есть это только дневной крем. Хочу, чтобы вы знали летом, потому что очень-очень актуально. Мой любимый дневной кремчик. Так, далее у нас пойдет все-таки SPF. Тоже, девочки, буквально недавно приобрела. Очень довольна. Вообще мой самый любимый. Сейчас будем наносить. От Dior Solar. Да, серия у них солнечная. SPF 30. Защитный крем. Он тоже получается в такой, как бы, текстуре кремчика. Но Клиник полегче будет по текстуре. Здесь, как бы, идет, ну, такой не водянистый, но слегка, слегка такой вот кремообразный. Идет с одушкой. То есть он очень приятно пахнет. Клиник у нас не пахнет. Вы знаете, это гипоаллергенная фирма. Здесь прям такой, знаете, вот, как бы, парфюм такой вот идет. И ощущение, что ты наносишь, ну, вот, что-то дорогое, что-то роскошное. Прям вот, прям вот и есть это ощущение. Он не белит ничего. Я в видео про SPF рассказала вам про него прям суперподробненько. В общем, очень рекомендую. Единственное, что мне кажется, она жирная, типа кожи. Во мне понравится все-таки текстура. То есть будет немножечко для вас жирновато. Даже если его тонким-тонким слоем наносить, все равно, видите, такой остается влажный отблеск. И я думаю, что просто есть более такие SPF, знаете, более матовые, да, которые классно сразу фиксируются. Там больше силиконов. И про все это я рассказываю в видео там, где про SPF. Вот, ну, про этот я захотела рассказать в новинках косметики, потому что девочки очень-очень приятны. Я потом где-то на руки остатки провожу. Обратите внимание, я немножко под глаза сделала. И чуть-чуть, бывает, вот по векам, по остаткам прохожусь. Потому что веки тоже очень сильно попадают, страдают от солнца. Даже если мы носим очки где-то и без шляпы, может быть, сверху попадать. Поэтому все-таки аккуратненько с этой зоны. Я отдельно себе еще заказала у Супергуб крем специально с SPF под глаза. То есть у них прям специально там идет. Вот, я обязательно вам расскажу, попробую. Вот, потому что есть SPF, от которых у меня прям, знаете, как-то печет даже под глазами. То есть какая-то зона такая очень чувствительная, что прямо вот не нравится кожа. Диорчик нормально воспринимает пока. И, как бы, видите, кожа такая вот прям увлажненная и напитанная. Сухому и нормальному типу кожи очень понравится. Обратите внимание. Ну, и вообще, как бы, очень приятно пользоваться Диорчиком. Так, идем дальше на фаундейшн. Девочки, и мое недавнее приобретение, такая роскошная роскошь. Я знаю, вы тоже любите этом форт. Вышел у них новый тончик, который Shade and Illuminate Soft Radiance Foundation SPF 50. PA, по-моему, тоже где-то было у него. Вот, в общем, очень мне понравилось то, что SPF 50. И очень приятная легкая текстура. То есть она буквально вот как водичка льется. Посмотрите, с таким вот финишем. Смотрите, вот он просто, вот, вот просто. Все-таки на лето это важно. SPF 50 это тоже, как бы, хорошо. Да, потому что здесь мы положили 30-ку SPF. Здесь немножко добавили 50. Все равно мы не кладем в том объеме, в том, как бы, слое, да, который, как бы, рекомендуют класть, братья и дерматологи, косметологи. Вот, смотрите, он буквально с тонкого слоя очень хорошо перекрывается. Здесь, как бы, medium to high coverage. И обратите внимание, вот у меня без покрытия, да, сторона. И вот здесь покрытие. Бьютиком очень тоненько нанесли. И уже у него, конечно, сияющий финиш, девочки. Я думаю, что на лето жирным типам кожи тоже не очень понравится. Вот, поэтому там для вас, девочки, вышла тоже у них матовая основа тональная. Я еще ее не пробовала. Если кто-то пробовал, то расскажите, пожалуйста, как вам. Потому что мне предыдущие вот матовые, которые у них были, они для меня были тяжелые на ощупь. Вот, то есть я давно хотела какой-то foundation от Tom Ford. Все, что не трогаю, стиковая основа. Тоже какое-то все было такое, знаете, тяжелое. Не хотелось мне это же на зиму, это все брать. Вот, и тут у нас есть корнер Валькорте Энглиш. И я, получается, случайно как-то пробегала, смотрю какой-то новый foundation, думаю, попробую. Слушайте, ну прям вообще, вообще роскошь по составу. Я сейчас вам почитаю. Тут просто, просто он, здесь и светоотражающие частички, которые еще заблюривают, как бы, да, вот этот эффект разговора. Эффект фильтра создают, что благодаря этому блеску очень красиво на фото это все выглядит. Все заблюривается. Классно растушевывается, классно ложится, что немаловажно, да, девочки? Так, шею я вам оставлю под другой продукт, потом посмотрите. Интересненький тоже у нас будет. Вот, и все. Потом чуть-чуть он подфиксируется, то он, да, то есть вот он сейчас у меня влажный. Мне лично очень нравится эффект с моей сухой кожей. На жару тоже я потом себе подпудрила эту зону, пошла, то есть все замечательно. Он, конечно, дорогой, девочки. 150 евро, это, ой, 150 долларов. Это, пожалуй, самый дорогой foundation в моем бьюти-кейсе. Но мне он прям очень нравится. Ну, знаете, даже начиная с упаковки, ты берешь и ощущаешь вот эти, знаете, резкие края бутылочки. И ты сразу вот понимаешь, что это Tom Ford. Ну, вот как-то, вот знаете, вот эта тяжелая роскошь, тяжелый люкс. Вот это, мне кажется, конкретно про этот бренд. Оттенок у меня 4,7 Cool Beige. То есть он вроде бы прохладный, бежевый, но я смотрю, что он с таким, как бы, ну, не тепловатым, но с нормальным бежевым. То есть я не могу сказать, что он сильно холодный. Опять-таки это американцы. Американцы всегда у нас немножко желтят. Вот, поэтому вот этот оттенок, я считаю, такой достаточно универсальный. Можете на мне посмотреть и сравнить для себя, понять. Очень много ухода в этом foundation. То есть напитывающая формула с гиалуронкой, естественно. И там еще компоненты, которые натуральные, хорошие ингредиенты. Я не буду перечислять. Вот, но то, что здесь прям такой уходовый, хороший состав. Плюс PA H4 плюсика. А мы помним, что PA это защита от пигментации. Чем больше плюсиков, тем больше. То есть просто вообще молодцы. И, конечно же, широкий спектр защиты. Поэтому мне вот на лето и на осень. Вообще, в принципе, мне кажется, этот foundation будет хорош на все времена года. Но вот именно на лето за счет SPF и вот этой такой легкой текучей текстуры. Вот он прям будет очень хорош. Поэтому, девочки, открытие. Что мне еще понравилось? Если у кого-то не очень большие синячки под глазами. Вы остатками буквально пришлись вот так вот этим тончиком под глазами. И вам не нужен консилер. Это тоже, девочки, знаете, спасибо вам. Вы мне такие прикольные выражения тоже даете. Это как insider tip. Да, что консилер это тоже продукт, который не нужен абсолютно всем. Если небольшие синячки под глазами, ничего особо ретушировать, где-то прыщички замазывать на лице не нужно, то вам просто вот пришлись, выровняли тончик под глазами и все. И пошли дальше. Но мы консилер еще с вами сейчас посмотрим, потому что я у Тома Форда сделала тоже консилер. Так, девочки, следующий у нас стиковый консилер от Том Форд. Думаю, что это не новый продукт. Мне кажется, раньше я его видела. У меня просто вот, да, вот эти новинки, которых у меня еще раньше не было в моем пьете кейсе. Очень тоже вот берешь, вот просто-просто сразу все ощущается в упаковке. Открываем. Никогда раньше особо я стиковые консилеры не любила, потому что обычно они суховатые. Вы знаете, что у меня очень сухая зона под глазами, и я люблю все увлажняющее, все побольше туда всего. Но тут я просто, знаете, у меня было очень хорошее настроение. Я была в корнере Том Форд, мне там все наносили, все красиво. Я думаю, ну просто вот так вот на руку попробую. Я пробую, девочки. И просто ты вот так набираешь, и ты понимаешь, что он на коже просто как, ну не тает, но он как-то так раз сел. Текстуры практически нету. Это значит, что он вообще не западает в складочки практически. Вообще он очень-очень тонкий и в то же время покрывающий. Вот, то есть какой-то очень удивительный консилер. Он абсолютно, абсолютно нежирный, с хорошей степенью покрытия. Я прям, девочки, сейчас вам покажу, как я его делаю. Прямо вот, если я, допустим, куда-то бегу, вот так вот на внутреннюю сторону, да, где у меня венка проходит. Вот тут вот, хопа. Вот так вот буквально промазала. Промазала. И потом пальчиком от соприкосновения с кожей он подтаивает и получается классно растушевывается. И вот так вот раз-раз я распределяю. И это просто, просто какая-то фантастика. Потому что получается, что текстуры практически нет, понимаете. То есть это прям так круто. Очень хорошо такие стиковые консилеры, девочки. Если выскакивают прыщики, такие прям конкретно красные, которые плохо закрываются такими консилерами. Такие сухие консилеры, они прям хорошо их, как бы, знаете, подсушивают еще немножечко. Ну, вот консилер он не подсушивает, но он какой-то, знаете, ну вот он не влажный. Вот так вот, наверное, могу объяснить. Короче, мне очень-очень нравится. Он компактный, он удобный, он красивый. Все мне закрывает. Очень довольна, прям-прям вообще. И вот так вот раз-раз-раз ты там себе, ну, допустим, мне надо там возле носика, да, там подретушировать. Я вот так себе сделала, если мне надо немножко больше, да. Вокруг губ я люблю, чтобы у меня все было. И немножко, допустим, подбородок тут. Взяла бьютик, если мне надо супер тонким слоем. Тут все красивенько вот так вот сделала. Здесь мне нравится пальчиком, потому что мне надо позаходить сюда в складочки. Вот так вот раз-раз-раз. Сделала и все, девочки. Очень хороший консилер. У кого есть, девочки, прокомментируйте тоже, скажите, как вам ваши впечатления, какой у вас тип кожи. Потому что вот такие консилеры мне нравятся и на жирные типы кожи, да. Жирным типам, ну, тоже сложно. Там надо искать матовый, какой-то фиксирующийся, но не слишком стягивающий. Вот этот вообще не сушит, не стягивает, ничего. В общем, мне очень сильно нравятся девочки. Я прям-прям хэппи. Какая-то, знаете, такая неожиданно приятная покупка. В общем, все-таки косметика Tom Ford оправдывает вот эту вот большую стоимость, понимаете. И ты понимаешь, за что ты платишь. Я, например, знаете, вот люблю, когда хорошая упаковка. Потому что, знаете, бывает классный продукт, но, типа, не очень хорошая упаковка. Ну, продукт же классный. Ну, нет. Ты тут удовольствие получаешь на всех уровнях, понимаете. На визуальном. То есть, как это выглядит роскошно. На тактильном. То есть, ты берешь каждый день консилер, да, или там фаундейшн, и ты открываешь это все. И ты уже получаешь от этого удовольствие. И потом от продукта. Как он лежит. И самое главное, девочки, как он носится. Потому что люкс ценен еще тем, что через 4 часа у меня этот консилер не исчезает, как вот какие-то недорогие масс-маркетовские консилеры. Они просто куда-то впитываются, и у меня опять проступают синяки под глазами. Это у меня было так раньше. Я помню, работала в банке. Ты там после обеда смотришь на себя, а у тебя опять синяки. Ты не понимаешь вообще, откуда они взялись опять. Ты же вроде бы их замазывал. Вот этот продукт остается прекрасно на коже, пока ты его не смоешь. В общем, просто. Просто perfect. Вот. Консилер. Дальше сейчас у нас пойдет, девочки. Девочки, наверное, рискуют быть моим самым любимым бронзером этим летом. Девочки, у Dior вышла новая серия бронзеров. Я так ждала этим летом. Я знала, что они выпустят что-то новое. Мне кажется, они каждое лето выпускают какие-то бронзеры. Вы знаете, есть у нас любимые, которые матовые, да. И тут они выпускают, ну, во-первых, посмотрите на эту упаковку. На эту тканевую крышечку, которая, вот знаете, с красивой надписью. То есть она сама по себе эстетична. Она где-то будет лежать на столике. Просто будет украшением вашего туалетного столика. Очень мне нравится. Во всех сифорах есть. Везде есть продукт. Я прям рада. Dior Forever Natural Bronze Glow. У меня оттенок 032 Pink Bronze. Интересный продукт, девочки. Получается, что здесь они добавили розовый оттенок. Там у них, по-моему, 4 оттенка. Там идет коралловый где-то. У меня который розовенький. Посередине, там где надпись получается, такая блестяшка больше. Ну, умеренная блестяшка, да, там не сильно. И эстетин по краям. Все это хорошо, прекрасно набирается. То есть он средне-высокой пигментации, да. Потому что предыдущие, которые матовые бронзеры, они там, ну, такой, даже не средние, ну, ниже средней пигментации. То есть они такие прям полупрозрачные там и матовые, да, практически. А здесь идет с красивым отплеском. Они прям такие тепленькие. И вот этот микс, который идет с оттенком каких-то румян, это тоже не всем подходит. И это, помним, у нас это прекрасно есть в бренде Guerlain. То есть я думаю, что они как-то вдохновляются друг другом, бренды. Не всем нравятся. Я слышала отзывы, что у кого-то был более коралловый оттенок. Вот там, где полосочки румян и прям рыжило слишком. Да, девочки, такое может быть. То есть это надо прям на хороший загар брать. Либо супер тонкую растушевку, супер мягкой кистью. На мой взгляд, вот сейчас посмотрите на мне. Вот этот оттенок такой вот, он холодный, вот эти полосочки, да. И они как бы уравновешивают вот эту такую теплость. Но бронзер теплый на лето, он-то и должен быть теплым, правда. Берем кисть угловую, My Kitco 04. По чуть-чуть набираем тоже, да. Потому что он пигментирован. И наносим, как обычно, на скуловую. Он, знаете, немножко где-то даже более блестящий, чем Марио. Да, я вам в последних видео показывала Марио. И смотрите, да, вот он такой прям, прям тепленький. Но я уже немножко подзагорела, девочки. Это при том, что я с SPF хожу. Хожу в кепки очень часто. То есть я все равно подзагораю. И это к тому, что SPF, он у нас не стопроцентная защита от солнца. Это однозначно. Вот, прохожусь по периферийным зонам. И прям, я не знаю, девочки, он мне нравится. Он какой-то жизнерадостный. Посмотрите на этот отблеск. Вот он такой прям, знаете, даже можно хайлайтер не использовать. Кто любит такой вот умеренный блеск. Чуть-чуть набираем на косточки подбровные. Я прям, знаете, у меня уже прям привычка, вы знаете, уже появилась. Чуть-чуть набираю. Коррекцию носика чуть попозже сделаем. У нас еще пудра будет интересная. Я после пудры уже сделаю коррекцию. Так, и вторую подбородочку берем. Вот, он такой какой-то, ну, роскошный. Знаете, то есть ты наносишь, и ты прям вот, вот мне нравится. Я как будто с моря прилетела, скажите. Вот так вот могу остаточками сделать, проехаться немножко. И по линии роста туда сейчас зайдем хорошенько. Все, достаточно пока. Короче, девочки, классный продукт. Я знаю, вы любите Диор так же, как и я. Обратите внимание, потому что вроде бы лимитированная версия. Если не ошибаюсь, я видела. Поэтому порадуйте себя. Это нам будет еще и на сентябрь, и на октябрь. Там, где немножко загара у нас еще будет оставаться. И на следующее лето оставите. Посмотрите по себе, по настроению. Короче, очень-очень красивый продукт. Обожаю. Девочки, дальше у нас необычный продукт. От Fenty Beauty Powder Foundation. Который я сначала брала как пудру. Тоже, видите, профессионалы тоже ошибаются. Тоже не дочитывают. Как бы это нормальная история. Но это нам сыграло в плюс. Я сейчас вам расскажу. Это просто подарок для жирных типов кожи на лето, девочки. Подарок. Расскажу сейчас почему. Давно я смотрела на эти пудры. Вот условно пудры, да, там это Powder Foundation. Трогаешь вот так вот. Она такая прям пигментированная. То есть хорошо видно пигмент. Хорошо покрывает. И такая достаточно шелковистая. Я не скажу, что прямо такая самая мелкая текстура. Да, вот. Ну, примерно как у Шарла. Да, вот Airbrush Flawless Powder. Вот примерно как у Шарла, это похоже. И я все смотрела. Ну, интересно было попробовать. Во-первых, упаковка классная. Fenty Beauty прекрасный бренд. Очень много оттенков. Там, по-моему, 50 оттенков. Это прям много. То есть пудра с оттенком. Она не полупрозрачная. И получается, я сначала использую как пудру. И первое нанесение я вообще не могу понять. Настолько классно, как фильтр. Выровненная кожа. То есть просто-просто. Держится обалденно. Все офигенно, прекрасно. И я потом такая думаю, вот это да. Вот это фильтр. Вот. Давайте сейчас будем вместе наносить. И посмотрим, как дальше. Что еще с этим можно делать. Берем пушистую кисть. Синтетическую желательно. По чуть-чуть набираем. Потому что пудра пигментированная. Она практически не пылит. То есть вот так вот прям набрали. Хорошо на кисть набирается. И такими вот, как обычно, прикладывающими движениями. Давайте одну сторону сделаю, как обычно. Прикладывающими движениями я наношу. Что самое интересное, девочки. Вы же знаете, что я не очень люблю прессованные пудры. Потому что они, как штукатурочка со второго-третьего слоя начинают выглядеть. То есть, как бы понятно, что рассыпчатую мы с собой не можем брать там все время. Даже в мини-формате, но все равно может посыпаться. Вот. И как бы нам надо иметь с собой прессованную в любом случае. Короче, я наношу. Я не могу понять. Там второй-третий слой. Я специально, знаете, для вас думаю, так сейчас понаношу хорошо. Я ее уже носила несколько дней. Поэтому, как бы, я понимаю. Второй-третий слой, а у меня все хорошо. То есть, она как будто не пристает. Вот посмотрите. Вот здесь я нанесла. Сейчас немножко здесь. Как бы уже цвета много мне далось. Вот. Смотрите. Вот эту сторону я нанесла. А вот эту нет. Прям хорошо видно, правда? Вот насколько она как бы убирает. То есть, она софт-мат. Она не такая, не глухая матовая. Там она не делает пластиковое лицо. Но выровненная. То есть, она конкретно классно выравнивает. Девочки, и вчера я ее пробую. Но думаю, это же все-таки пудровый фаундейшн. Да? То есть, надо пробовать без фаундейшн. Но пробовать на кожу. Девочки, я наношу, и я просто в шоке. Она нормально выглядит на голой коже. Я обычно пудровые фаундейшн вообще не люблю из-за того, что они штукатурку дают. То есть, ты наносишь буквально там 2-3 слоя, и ты прям видишь. Даже вот шинель у меня из пудровой фаундейшн. Она мне не нравится. Ну как, один слой, да. Два может быть, но три уже как бы, ну нет. Хотя она классно фиксирует. Она удерживает хорошо. То есть, эти фаундейшн, они water-resistant and sweat-resistant. Представляете? То есть, они водостойкие и потостойкие. И я думаю, вот это подарок для девочек с жирным типом кожи. Девочки, просто подарок, потому что она очень классно, получается, заблюривает поры. То есть, вот такими круговыми движениями можно в поры ее вписать. То есть, получается, вот смотрите, шея у нас чистая, да. И я вчера вот так вот себе сделала полностью лицо и декольте. Девочки, и вы знаете, у меня сосуды на декольте, там конкретно все видно. И оно все закрыло. Эффекта штукатурки какой-то сухости не было. То есть, это вот как будто твоя матовая кожа. Ну, такая умеренно матовая кожа. Потому что все равно какой-то, какой-то сатиновый есть отблеск. И мне очень нравится. Потому что это натурально, да. Ну, чисто матовая кожа не бывает ни у кого. По крайней мере, в каком-то периоде, да. Там даже сухая кожа, она все равно немножко потеет. Там особенно на жире. И посмотрите, боже мой. И вот такими вот можно, знаете, наслаивать движениями. И вот так прямо ее как бы вписывать, да. Вот круговыми движениями. Девочки, и она не видна на коже вообще. Пожалуйста, кто пробовал, кто пользуется, напишите ваши отзывы. Потому что я на своей такой же пробую, да. И мне как бы важно понимать на жирных типах, вот действительно ли она так хороша на вас. Действительно ли так это все выглядит. Мне, конечно, кажется, что это просто подарок. Потому что она и цветом выравнивает всякие там то, что мы хотим закрыть. Она фиксирует, матирует. Она заблюривает поры. Ну, короче. То есть ты буквально можешь центральную зону только сделать. Вы же помните, да. Центральную зону мы сделали. Все, мы уже красотки. Там на периферии, там сильно не видно. Там румяна дал, бронзер дал. И все, и можно уже бежать. Вот. Короче, я, честно говоря, в диком восторге. Смотрите, как пудру на фаундейшн можно класть, но для каких-то фотосессий, для каких-то праздничных историй на каждый день, если вам нравится такой эффект, прям такого конкретного выровненного лица. То есть вы на меня видите сейчас, да, вот на камере оно выглядит обалденно. То есть я бы прям highly recommend, кто работает на фотошутах, да, если меня смотрят визажисты, я знаю. Прямо можете брать несколько оттенков этой пудры. Тут, конечно, придется брать оттенки. Не знаю, есть ли у них прозрачная такая, честно говоря, не помню. Короче, посмотрите, ребят, ну это просто, просто лицо какое-то сразу раз. Я же говорю, я вчера, вроде бы и на одежду не берется, потому что я вчера сделала только ее на декольте, одела голубой жакет, следов у меня не осталось. Вот. И они прописывают. Вот я сегодня специально девочке некоторое пооткрывала. Думаю, чтобы вам, так знаете, прям не забыть рассказать. Она долго носится. Long wear. Она buildable. То есть ее можно наслаивать, можно тонким слоем положить, можно докручивать. И не будет это выглядеть как пирог, не будет это выглядеть штукатуркой. Это прям очень круто. Но флешбек, вот это они пишут, что нет, как бы, трансфера на одежду, да. Тоже переводить приходится. Так, sweat, humidity and crease resistant. То есть от пота, от влажности она не исчезает, да. Она не растворяется. И crease resistant, то есть это значит, что нет вот этих складочек, да. Нет вот этого эффекта, когда есть морщинка какая-то, да. И начинается вот это вот, ну, видно, если там сухая пудра, как бы, несколько слоев. И оно начинает, как бы, эту морщинку прям подчеркивать конкретно. Вот здесь такого нету. В общем, девочки, мне просто в диком восторге. Они предлагают, смотрите, здесь внизу еще есть вот такая вот не пуховка, а именно поролончик. Вот я не люблю эти поролоны. Вообще ни в каком виде, ни в чем никак. Во-первых, куском кладет. И кладет очень много. Вот поэтому с этой пудрой, как бы, можно переборщить, вот если вот этой штукой пробовать. Поэтому я уверена, у вас есть обычные пудровые кисти. Вот просто с кистью попробуйте. Девочки, ну, просто вы меня видите. Поэтому вот комбинированному, ближе к жирному и жирным типам кожи, вот вам нужно просто, просто летом, вот особенно когда жира. Я сейчас, когда записываю видео, я знаю, что там в некоторых странах просто нетипично 36-40 жира. И вот это прям будет спасением, потому что и заматироваться хочется, да, там, и не сильно утяжеляться. И можно вообще ходить без фаундейшена. То есть взять только вот этот пудровый. Короче, девочки, прям дикий восторг. Вот распробовала я эту пудру и могу вам рекомендовать. Пожалуйста, у кого есть, напишите. Как вам, как ваши впечатления, как вы ее долго носите, с каким типом кожи и как у вас с порами. Вот она работает очень интересно. Так, девочки, смотрите, по бровям ничего нового у меня нет. Обычно, как всегда, использую тени от Anastasia. Не буду, как бы, на них здесь останавливаться. Но хочу все-таки, знаете, сакцентировать ваше внимание. И я где-то в макияжах показывала, но так прям прицельно нет. На тинтовом геле для бровей от Charlotte, который называется Legendary Brows. Просто, просто очень нравятся, девочки. Не для всех бровей я сейчас расскажу. Я буду делать. И давайте попробуем поближе мои брови сейчас показать. Очень-очень тонкая, очень мелкая кисть. И это подходит только для тонких бровей. Или вот таких, как у меня. Там, где надо много дорисовывать. Там, где надо добавлять объем волоскам. То есть, благодаря тому, что такая тонкая кисть, густая, да, получается, захватываются все пушковые волосочки, которые у нас беленькие, тоненькие и незаметные. И вот такой кистью и цветом они прокрашиваются. И за счет этого, девочки, посмотрите, как будто у меня добавляется объем. Вот. То есть, это мои же волосочки. Ничего я там сильно не рисую, да, там. Но это так круто. Это можно сделать только вот такой вот тонкой кистью. На густые, на классные брови такая кисть не нужна. То есть, там будет, ну, более такая широкая, обычная, как бы, все хорошо. Вот. Ну, посмотрите. Вот одна бровь и вторая. Ну, это же круто, девочки. Во-первых, я его наверх подняла. Немножко мне нравится ставить. Оно все равно немножко потом падает, девочки. Поэтому я сильно, как бы, не это. Не парюсь из-за того, что я там что-то сильно поднимаю. Оно все равно немножко падает. Короче, это просто. Я говорю, кому где-то что-то надо дорисовать. Или, допустим, если светлые брови от природы, да, вы все время их красите красками и хотите что-то. Ну, вот, знаете, там, не всегда же ты успеваешь пойти к визажисту, подкрасить брови. Или просто хочется, знаете, там, самому, как бы, это все время делать. Просто вот таким вот гелем прошлись, оттеночным прочесали. Боже, как прекрасно и замечательно. Я, в общем, очень довольна. Я прям, знаете, там, буквально с каждым волосочком работаю, разговариваю, и мне прям нравится. Все, девочки, смотрите. Я беру чистый ёршик и немножечко где-то я там мазнула, где-то неправильно сделала. Я чуть-чуть прохожусь, чуть-чуть подправляю, и все, брови у меня готовы. Я довольна, я хэп. В этот момент, обращаю ваше внимание, обычно мы всегда, когда с жибким консилером, я всегда просматриваю примерно на этом этапе свою зону под глазами. И обычно всегда у меня уже что-то где-то там западает в складочки. Это нормально. Я смотрю сейчас, и практически ничего нет. Я не скажу, что прямо совсем ничего не западает, потому что, вы же знаете, у меня морщинки хорошие, уже под глазами у меня сейчас отошел боток с девочкой полностью, поэтому я, так сказать, во всей своей натуральной красе перед вами. Вот. И я вам скажу, что этот консилер очень-очень мало западает в складочки. Прям очень. У кого складочек мало, девочки, у вас там вообще ничего не будет видно. Абсолютно. Вот. Поэтому я вот так вот пришлась, посмотрела, все хорошо. Хорошо. Вот. Вы обратили внимание, да, что я когда делала пудрой, я буду называть ее пудрой. Хорошо? Вот. Я вот так вот прошлась еще по векам. Я немножко подсушила и подготовила веки для нанесения теней. Девочки, сегодня у нас не было у меня еще здесь этой палетки. Она у меня, ну, пару месяцев назад появилась от Tom Ford палетка 28 De La Creme. Но я ее захотела вам дать ее сегодня, потому что она в теплых оттенках. И она прям такая летняя, красивая. И вы знаете, что я купила там другую. Называется Smoky Quartz 37. Мы с ней еще поработаем обязательно. Но просто, знаете, хочется дать что-то супер актуальное. И поскольку у меня еще здесь не было этой палетки, то вот давайте включим ее в новинки косметики от Tom Ford вот эту палетку. Девочки, ну, классная. Классные оттенки. Особенно на более молодой век, где не сильно много морщинок, вот как у меня. Я хочу сегодня вот с вот этим вот оттенком, который, знаете, такой сатиновый, шелковый, хорошо пигментированный и теплый. Я хочу с вами сделать теплые Smoky Eyes быстренько новыми кистями. Девочки, у нас же сегодня новинки, у нас все новое. Пришли мне кисти от Refere. Вы знаете, этот американский бренд делается в Японии. Натуральные кисти. Я, честно говоря, люблю натуральные, особенно для растушевки теней. Поэтому вот прям класс. Будет у нас 0, первая кисть. Очень похожая на MAC 217, наш любимый. Прям очень. Поэтому, кто скучает за MAC в натуральной версии, то можете брать. Палетка пигментированная. Смотрите, прям набралась конкретненько сразу. Можно струшивать. И давайте попробуем поближе-то разделать. Легонечко нанесем. Пигментация классная. Я не буду слишком темное делать. Я просто хочу, знаете, такой вот летний сделать макияж сегодня. Уместны теплые оттенки, когда загар немножко есть. Посмотрите, сразу так глаза как бы сияют. Можно будет потом на серединку нанести что-то там сатиновое. Вот, наносим на все веко полностью, растушевываем на складочку. То есть делаем в технике Smoky Eyes, которая, на мой взгляд, самая легкая, девочки. Самая модная, самая легкая. Вот классная палетка качества теней. Ну, в Tom Ford, конечно, девочки, есть Tom Ford. Это однозначно. Немножко другие тени, чем вот эта 37-я палетка. Там они какие-то более кремовые. Здесь такие ближе к сухому, но это не сыпятся абсолютно. То есть они какие-то не сухие. Вот я не понимаю, как это. Вот они не кремовые, они не сухие, они сатиновые. Ну, короче, класс. И берем кисть бычоночек. Очень тонкий бычоночек от Refor тоже 0,3. Давайте тем же цветом мы сейчас делаем вот так вот. Сделаем нижнее веко. Не боимся теплыми оттенками делать на нижнее веко. То есть летом это тоже красиво. Летом это тоже уместно. Я другой кистью немножко потушу краешек. О, девочки, ну вообще, вообще. Сразу такие глаза такие, хопа, стали. И вторую сторону давайте делаем тоже. Боже мой, тут один раз провел, девочки, и у тебя уже все. У тебя уже есть тени. У тебя уже есть все. Прям отлично. Угу, в ту сторону более аккуратненько. Можно подтушевать, можно не подтушевывать. Как вам нравится. Можно пальчиком вот так вот аккуратненько. Все, девочки, и уже вот у вас макияж глаз готов. Далее ресницы можно куда-то идти. Ну, разве это не прекрасно? Сатиновый оттенок, не знаю. Давайте пока не буду я делать. Хочется, хотя, не знаю, может немножко сделать его на серединку. Господи, знаете, не знаешь, руки уже сами что-то. Делают сатиновый светленький оттенок. Давайте немножко на серединку дадим, чтобы такой вот немножко более влажновато, симпатичный был эффект. Угу. И под бровь можно немножечко сделать. Тоже пальчиком можно аккуратненько. Либо плоской кистью, чем вам больше нравится. Давайте плоскую возьмем. Тоже немножечко поднимем бровь. В общем, палетка такая достаточно универсальная. Единственное, что самые светлые девочки, смотрите, для вас может быть прям сильно тепловато. То есть, если вы не загораете этим летом особо, вы бережетесь, то, не знаю, я бы вам рекомендовала в реале ее потрогать, посмотреть, посмотрите, насколько она тепла. Вот всем остальным, вот я нейтральный тип, чуть-чуть с загаром, теплым, вообще это просто будет ваша нюдовая палетка. Очень красивый здесь коричневый, кстати, не сильно теплый. То есть, коричневый здесь такой прям шоколадный, глубокий, и стрелочку можно делать, и все делать, и вообще замечательно. Вот, но стрелочку мы сегодня не будем делать с этими тенями. А я вам новый карандаш для глаз хочу показать. Так, девочки, что у нас интересного по карандашам для глаз? House Labs, такой, знаете, шиммерно-умеренно-коричневый карандаш, очень стойкий. Любовь, однозначно. Во-первых, вообще какое-то очень хорошее качество, это вы знаете, бренд Lady Gaga. У нее такой, конечно, там специфический, некоторые продукты такие, или слишком яркие, то есть, не совсем такие носибельные для жизни. Фаундейшены сильно окисляются, возьмите себе на заметку, поэтому я не беру их себе. Вот. Но румяна, бронзеры, карандаши для глаз просто, просто. Вот еще хочу карандаши для губ, по-моему, там есть, хочу попробовать. Короче, он какой-то, во-первых, знаете, сделан как будто из дерева, вот такого натурального, и текстура не скользящая. То есть, вот в руке, в пальчике он скользить не будет. Это просто, я обожаю, когда такие мелочи придумываются. На обратной стороне кисть, которая нормальная, девочки. Вы знаете, что часто кисти бывают такие, что, ну, они или слишком жесткие, они не тушуют, ну, короче, какие-то, просто для вида, знаете, там существуют эти кисти. Здесь кисть, она небольшая, но она очень хорошо вытягивает. Хопа, то есть, ну, не надо держать под рукой кисть, ты сразу раз вытащил хвостик сразу в карандаше. Очень рекомендую держать в закрытом виде хорошо, потому что немножко подсыхает карандаш, за счет того, что он очень стойкий. То есть, сейчас посмотрите, будем наносить, он буквально сразу же фиксируется. Немножко эта сложность будет для новичков, или просто приспособиться там со второго, с третьего раза, вы уже к этому привыкаете. Очень мне нравится оттенок. Он такой, знаете, не матовый коричневый, не слишком глубокий коричневый, да, а такой вот его можно подтушевать. Он с таким легким шиммером. Вообще, я обожаю шиммерные карандаши, ну, такие без излишнего шиммера, да, там, вот, но они легче тушуются, ими легче работать, они вообще, в принципе, легче смотрятся в макияже. Поэтому этот карандаш прям вообще-вообще обожаю. Очень классный. Давайте будем наносить и разговаривать потихонечку. Вот. Иногда, знаете, вот так вот наносишь, и он не сразу отдает цвет. И это хорошо. То есть, он на ощупь как будто немножечко суховатый, знаете. И не бойтесь, это просто потому, что он очень стойкий. Потому что я вот буквально перед тем, как вам показывать, я его поточила. И обычно, знаете, вот когда ты точишь, ну, ты как бы снимаешь верхний, верхний засохший слой, да, и, вот смотрите, и чуть-чуть хвостик я себе вытягиваю. Всё, мне достаточно будет сегодня маленького хвостика. Не хочу, честно говоря, вот эти истории делать. Вот. И инсайдерская информация. То есть, снимаем, получается, верхний слой засохшего продукта и работаем с продуктом, который уже свеженький. Вот. Поэтому точим, как бы не боимся, не экономим продукт, а прям. Вот. Я буквально себе вот так вот плоскостью делаю лёгенькую стрелочку и без теней будет красиво, девочки. Ну, в общем, карандаш, конечно, очень классный. И быстренько вытягиваю стрелочку. Фактически вот так вот всё это супер-супер лайтово смотрится. Я не буду сильно, как бы, наводить здесь. Я думаю, что вы суть поняли. Потом вот так вот можно слегка потушевать, как бы растушевать ровный край. И вообще замечательно. То есть, единственный момент, что он такой слегка твердоватый, но это как бы про стойкость. Поэтому вот на новейшие веки, да, на жирные веки. То есть, сначала классно подсушивайте, подпудривайте, делайте этот карандаш и никто никуда не денется. Я вам обещаю. В общем, было моё открытие. Тоже взяла чисто на пробу. Так, девочки, ещё у нас румяна от Chanel. Купила в Париже, помните, когда я была в марте. Новенькие у них тоже вышли. Получается, здесь очень удачная комбо они сделали. Вот они прям молодцы в этом плане. Во-первых, спасибо, что не запечённая текстура. Потому что, вы знаете, кто пробовал их обычное румяна в запечённой текстуре, мне не очень нравятся. Они плохо набираются, они очень мало пигментированы. То есть, это надо вместо двух телодвижений делать 6-7, чтобы набрать себе нужный оттенок. Ну, мне не очень зашли. А эти другие. Спасибо большое. Мне кажется, они учли, знаете, эти все моменты. Получается, что пигментация здесь средняя. И текстура такая, знаете, сухая-тересатиновая. Они, в принципе, матовые. Но, опять-таки, матовые такой не сухой и прям сильно такой фиксирующийся. А матовые натуральные. И вот это вот спасибо большое. Потому что всё это выглядит очень симпатично. Так, кистью какой мы набираем? MyKidko 05. Такая прям большая кисть. Она прямо называется My Blush and Powder. То есть, кисть и для пудры, и для армян. Набираем прям, можем, смотрите, видите, пигментация ну, такая, даже менее средняя. Вот можно прям вот так хорошо набирать. Классно носятся, девочки. Можно на анти-эйдж макияж. У меня были вопросы. Почему? Потому что я обычно, вы знаете, не рекомендую на анти-эйдж сухие, которые слишком подсушивают, да, которые слишком стягивают кожу. И потом у нас любые морщинки, заломы сразу заметны. Эти в какой-то другой формуле, видимо. Потому что всё прекрасно. Ну, сюда ещё, как обычно, я добавляю. Потому что, ну, вот мне они не подсушивают. Очень хорошо носятся с тонким ароматом, который у Шанель фирменный. Чуть-чуть подснимаем на подбровну. Это же красиво себе делаем. И их можно прям соло использовать. То есть без бронзера, просто соло, очень красиво. У меня был рилс, когда вот я наносила просто соло. И вы видите, насколько красиво это всё выглядит. Коррекцию носика даже можно чуть-чуть сделать. Вот, в общем, девочки румяна, они большие. Их очень надолго хватит. Они прям видно, что медленно расходуются. И самая классная фишка, которую вот они, видимо, продумали, чтобы угодить всем, знаете, это. Здесь идёт микс двух оттенков. Умеренно холодный, такой пыльно-розовый. И умеренно коралловый. То есть такой тоже не яркий коралл, а такой как бы сдержанный коралл. Я, вы видите, миксую вот так вот. У кого, допустим, вы сейчас более загорелая, вы можете больше кораллом пользоваться. Зимой ты более бледненький, пользуешься более холодным оттенком. То есть прям молодцы. И, знаете, здесь нормальное расстояние. Потому что вот у них, вы, кстати, спрашивали, вышла тоже лимитированная палетка. Там, где идёт хайлайтер, румяна, бронзер. Девочки, ну там прям, вот я видела в реале, во-первых, оттенки очень тёмные. То есть реально для славянского типажа, для самой светлой кожи, ну нет, мне не нравится. Прям вообще, особенно бронзер, вот он какой-то тёмный. И там прямо тонкие полосочки. То есть, чтобы тебе набрать такой прям, знаете, нужный твой цвет и сильно не зацепить соседние, так не получится. То есть, если здесь может получиться, да, там, или буквально чуть-чуть ты зацепишь, да, там, то там, нет, там просто надо тоже вот так вот всё набирать. И немножко я не вижу смысла как-то бронзер с хайлайтером, с румянами, ну уж лучше взять тогда Dior, там где у тебя сразу это всё есть, как-то так. То есть мне Dior нравится больше, чем вот этот продукт отшинный. Вот, всё, девочки, то есть румяна прям вот хайли рекоменд, кто хочет, знаете, себе сделать инвестицию и надолго. Единственное, что девочки, вот посмотрите на упаковку Chanel, да, и упаковку Dior. Ну, по-моему, Chanel уже пора что-то сделать с упаковкой, потому что очень просто уже смотрится. Это обычная пластмасска, которая залапывается, там на свету это всё видно, и Dior, который вот ты берёшь, это тканевая, ну, возможно, она со временем там запачкается ещё что-то, но можно аккуратненько держать это всё на туалетном столике, и Dior выглядит и чувствуется вот роскошнее. Вот, поэтому, если у Dior будут румяна какие-то, я обязательно в такой подобной упаковке обязательно возьму попробовать. Так, идём дальше на тушь. девочки, и у нас новая тушь от Tom Ford. Да, у меня был приступ шапоглизма, и я решила себя порадовать полностью. Плюс, я же вам уже сделала видео по туши, мне теперь хочется новое пробовать, новое тестировать. В периоде, я вам про неё не расскажу, это новая покупка, то есть, вот буквально там пару недель назад я купила, я взяла объёмную, я, насколько знаю, там у них несколько есть, объёмная кисть, которая с такой конусообразной, как бы, формы, кисть той формы, которую я обожаю, прекрасно наносится, девочки, буквально сразу же. Знаете, бывают туши, которым надо время, чтобы раскраситься, так сказать. Вот у меня так сейчас Диор Шоу на тесте находится, но вот она никак не раскрасится, девочки. Пятый, шестой раз наношу, и надо долго, знаете, вот прям прокрашивать, чтобы увидеть тот результат. Вот я люблю, ну, не сильно прокрашенные ресницы, но я люблю, чтобы было, как бы, да, вот на них было что-то. Эта тушь красит сразу. Конечно же, упаковка, всё прекрасно, смываются, девочки, просто, даже не оставляя тёмных кругов под глазами, просто. То есть, я сначала водой как бы немножко протираю реснички, снимаю основную часть, потом прохожу с мицеллянкой, и обычно вот после этого этапа у меня чёрные круги под глазами, которые я потом спонжиками, палочками пытаюсь всё это смывать. Вот от этой туши практически ничего нет. Очень чувствуется, что классный продукт, хорошие отзывы, наслышанно. Тестируем, девочки, будем пользоваться, тестировать. Мне нравится, как она подкрашивает, подкручивает, вернее. Вот, то есть у меня крайние реснички немножко идут вниз, подкручивает хорошо, без особых усилий. Вот, эффект, знаете, не самый большой объём, но нормальный, вот хороший, такой уверенный объём. Мне кажется, очень похоже, знаете, по эффекту на мою любимую Armani Eyes to Kill, которая вот хорошая, объёмная тоже, но не настолько, как Lash Clash Mascara от YSL. Вот, но там другая формула, которая тоже не всем подходит. Вот, в общем, тушь мне очень нравится, кто любит объёмная, кто любит Tom Ford, классная тушь для таких не слишком густых, не слишком плотных ресниц, да, вот, то есть у меня вот, у меня густые, но они тонкие, и мне надо вот прямо объём конкретно давать, вот это прям хорошая тушь для такого плана ресницы. Девочки, дальше у нас интереснейший продукт вышел не так давно, я уверена, вы знаете. У Dior Forever Glow Maximizer а-ля, знаете, очень похоже на Charlotte Tilbury Flowless Filter, только они дали в разных оттенках. Я взяла себе в розовом, знаете, такой, я сначала рассматривала их как жидкие румяна, в таком, знаете, металлическом блеске, ну, классном, будут у меня на лето такие классные, фиксирующиеся, блестящие румяна, но, девочки, цвета румян мне здесь мало, то есть я, ну, я люблю у себя румянец, да, я там могу побольше делать, мне не хватает, я докрашиваю какими-то другими всегда, но в качестве жидкого хайлайтера, девочки, ещё и с таким нежно-розовым оттенком, который, вы знаете, у нас был Bellet Core макияж, вот прям идеально, просто вот в этом году вот этот нежный розовый оттенок, он очень популярен, классно наносится, классно фиксируется, даёт красивый эффект, не слишком сильный металлический блеск, то есть я же говорю, что очень похоже на Charlotte Filter, но немножечко по-другому, смотрите, вот прям можно, я, вы знаете, не часто люблю вот так вот прям наносить, но здесь прям можно, вот так три точки поставил, как показывают у нас в TikTok, в Instagram, и пальчиком вот так вот я распределяю, мне очень нравится заходить еще на зону немножко морщинок моих, чтобы там и увлажнить, и немножко подблюрить, подсветить, и вот сюда вот я немножко прям завожу себе, и посмотрите, какой красивый эффект, мне прям очень нравится, он даёт такую, знаете, умеренную розовость, это я вам показываю сравнение вот без, как бы, да, лицо, и вот с, умеренную розовость, девочки, остатками я могу по спинке носика немножко приехаться, такой, знаете, эта розовость, она даёт свежесть, она даёт тот же антиэйдж, да, вот который, который нам нужен, вот этот аппликатор, он такой, знаете, большой, и получается, сам продукт, он такой достаточно жидкий, и за счёт этого не разъезжается тон, да, вот который, который красивенько у нас внизу мы положили, уже столько продукта здесь, да, короче, я прям могу рекомендовать, вот кто ещё не успел купить Charlotte Flawless Filter, который, конечно, iconic product, безусловно, но Charlotte там идёт больше в оттенках бежевых, да, вот там у меня fair какой-то там, смотрите, сюда ещё могу сделать немножко, вот, здесь без фанатизма, потому что здесь, наверное, даже подсниму на салфеточку, больше продукта у меня здесь, у меня здесь и бронзер, что-то там ещё, и может тогда немножечко уже разъезжаться, как бы, да, этот слой, вот, ну, прям вообще, можно чуть-чуть подснимать на веки, вот так вот, тоже давать себе вот эту влажность, давайте на веки немножко сделаем, через руку на веки прям наносить, это будет too much, на веках, конечно, девочки, немножко он, сначала будет складочка, потом мы её снимаем, потом она может подсохнуть, поэтому аккуратненько, чуть-чуть на веки наносим, и такие, тоже типа, а-ля влажные тени, со слегка розовым оттенком, очень красиво, чуть-чуть сюда могу, как помада нет, то есть здесь очень такой достаточно жемчужный блеск, который сильно не моден на губах сейчас, и цвета недостаточно для помады красивой, вот, поэтому исключительно вот как жидкий хайлайтер красиво, или же, или же, девочки, для тех, кто любит такие прям едва-едва заметные румяна, кто слишком светлокожий, да, вот белоснежки, для вас как румяна, вполне возможно может быть этот оттенок, вот, ну, в общем, этот продукт от Диор меня прям порадовал, все красиво, я в конце расскажу про еще один продукт, тоже новый от Диор, который не, не поняла я, и вообще, как бы, мне он никак пока не нравится, может быть, вы подскажете, кто пользовался, девочки, напишите, пожалуйста, как вам, в каких оттенках у вас есть, какой у вас тип кожи, то есть, как он на вас выглядит, как он на вас звучит, будет очень интересно, девочки, и у нас еще новая помада от Sisley, я думаю, что это не новая помада, вышедшая у них, она просто новая у меня, захотелось, у меня было летнее настроение, взять такой яркий коралловый оттенок, но он, знаете, не самый яркий коралл в моей жизни, 28-й Rose Shanghai, Le Fita Rouge, то есть, это как бы такая вот сатиновая, да, она не увлажняющая, она не матовая, она что-то, что-то посерединке, классная помада, но с нюансами, то есть, я сейчас расскажу, с какими. Смотрите, хочу вам показать такой кэжуальный вариант, то есть, чтобы вы не боялись вот таких вот ярких оттенков, потому что, девочки, на лето это так красиво, когда ты немножко в загаре, когда ты такой свеженький, то есть, вот как раз такие оттенки и нужно использовать, потому что, ну вот можно еще осенью, да, когда у нас золотая осень, и мы тоже можем такие более как бы яркие, но все равно, вот мне почему-то коралл вот прям такой яркий, хочется именно летом использовать, вот прям все, знаете, вместо такой классической красной помады. Смотрите, первый способ кэжуальный наносим, просто вот так вот чуть-чуть как бы прикладываем, не размазываем, да, а чуть-чуть на губы вот так вот нанесли цвет и пальчиком четвертым растушевываем. Чуть-чуть за контур выхожу, чуть-чуть и смотрите, он вот так вот выглядит очень ненавязчиво, неярко, обратите внимание. Конечно, у меня цвет моих губ сама кожа, она такая немножко темная, поэтому на мне он может выглядеть светлее. У кого такие, знаете, светло-розовые губы сама кожа, то будет немножечко насыщеннее выглядеть. Но anyway, мы его нанесли настолько тонким слоем, знаете, что оно не выглядит слишком, слишком ярко, вот прям красная, нарядная помада, да, то есть, мы можем с такими губами ходить куда-то, я не знаю, там, в супермаркет, в клинику, куда угодно, то есть, мы можем чуть-чуть просто ярче выглядеть, чем с нюдовой помадой. Вот этот вариант я вчера носила целый день, девочки, кушала, пила, конечно, немножко подстирается, то есть, я не могу сказать, что она такая прям самая стойкая, как, допустим, у Шарла, да, там тот же пилоток, давайте от него отталкиваться, но там матовая текстура, там совсем другая, а здесь такая более-более тонкая, что ли, вот она прям вообще тонкая по ощущениям и такая вот увлажняющая. Что я делала, расскажу фишку, карандаш не новый, я просто хочу вам показать, берете любой нюдовый карандаш, который хорошо у вас для губ подходит, у меня, допустим, это Make Up For Ever 602 Completely Sepia, ну, такой персиковый оттеночек. И смотрите, я чуть-чуть себе, я просто, вы знаете, люблю объем, чуть-чуть галочку увеличиваю и чуть-чуть могу контур сделать внизу. И все, получается, что выглядит, как бы, тоже растушеванно, потому что мы и помаду, да, немножко разъезжаем, как бы, нашим карандашом и выглядит, вот как бы, все это ненавязчиво. И давайте сейчас дальше. Карандаш не новый, это просто я вам сделаю, приложу. И дальше давайте нанесем, как бы, полностью цвет, чтобы вы видели, как выглядит этот оттенок, но в таком, как бы, более плотном варианте. Так, девочки, смотрите, я вам прям конкретно нанесла, я вообще немножко меньше слоя наношу, как бы, в жизни, даже если я одеваю такую помаду, я просто хочу, чтобы вы видели возможности, да, вы видели оттенок, который вот она может дать, самый-самый вот такой вот насыщенный. Видите, текстура, она похожа на увлажняющую, но не до такой степени, то есть, вот это такой хороший сатин. Нюанс по этой помаде, который важно знать, по этой серии получается, что если без карандаша вообще полностью, то есть, я первый раз ее носила вообще без карандаша, немножечко слегка разъезжается по уголочкам, очень слегка, то есть, это вообще, как бы, не напряжная история, но для того, чтобы для удержания, просто берите какой-то хороший стойкий карандаш для губ, прошли с карандашом, сверху положили помаду, все, все отлично держится, прекрасно, то есть, я вот, второй вариант, я носила уже на следующий день, я ходила с девочкой в ресторан, кушала-пила, кушала-пила, то есть, немножечко, конечно, подстирается, но основной контур, как бы, все хорошо остается, вот, поэтому, не знаю, мне нравится, такой жизнерадостный цвет с голубым, посмотрите, как красиво сочетается, правда, давайте я вам еще нюанс покажу, который я обычно делаю, вот, я нанесла помаду, я понимаю, я уже не вижу здесь румя, которых было достаточно, чуть-чуть, буквально, я могу подснять на пальчик, чуть-чуть я добавляю румян помадой, буквально, чуть-чуть я аккуратненько втушевываю, это тоже такая инсайдер тип, боже, девочки, вот такие классные выражения, мне подсказывается, прям супер, вот, и смотрите, достаточно хорошо держится, вот, в таком варианте, то есть, вчера у меня часа 4 прошло, да, между вот таким нанесением, я смотрю на себя вечером, девочки, а румяна еще есть, которая помадой нанесенная, поэтому я прям, прям приятно была удивлена, потому что обычно помадой на щеках плохо держится, даже, ну, даже если это матовая, ну, там желательно тоже фиксировать пудрой, вот, и все-таки румяна, это румяна, вот, они специально для кожи разработаны, лица, да, потому что кожа губ, кожа лица, она разная, вот, и смотрите, что я еще делаю, тоже могу чуть-чуть подснять, чуть-чуть в складочки, то есть, тут я тоже добавляю вот этого яркого коралла, можно очень ненавязчиво, можно не добавлять, но мне нравится такая гармония на лице, то есть, ты сразу такой яркий, сразу, как-то, знаете, макияж весь выглядит гармонично, потому что этот коралл у нас везде, вот, в общем, скажите, как вам, как вам такая помада, как вам такой, ух, оттеночек, вот, ну, хотелось мне чего-то, знаете, дать вам такого классного, девочки, и хочу, как бы, напоследок рассказать вам про покупки дорогие, которые мне не понравились, и это прям, знаете, ну, немножко разочарование, и я не хочу тоже, чтобы вы тратили деньги, короче, у Диора тоже вышел не так давно, Forever Glow Star Filter, тоже где-то как-то, мне кажется, они пытались быть похожими на Charlotte Flawless Filter, но вначале они его позиционировали, как вообще, как тон, то есть, как тональный, но для тона он слишком блестящий, то есть, здесь такой пигмент, в принципе, даже я бы сказала, хорошая пигментация, но само покрытие слишком, прям такой металлический отблеск, вот а-ля хайлайтер, знаете, а-ля хайлайтер, вот который у нас был, уже название, я путаю, Glow Maximizer, но у Glow Maximizer, там, наверное, все-таки, больше прозрачности, больше блеска, а здесь, вроде как, покрытие больше, ну, девочки, но оно настолько блестящее, что я полностью, когда делаю лицо, вот эти зоны, центральные, там, где поры, оно настолько подчеркивает, это просто какой-то капец, вот, то есть, я понимаю, сейчас модно, да, вот такой вот, как бы, такой отблеск, который, он на камерах классно выглядит, и так далее, но для жизни, это нереально, то есть, у меня сухая кожа, там, где поры, ну, как бы с возрастом есть, но они не сильно большие, и этот, и эта штука, она подчеркивает, прям, все поры, я пробовала его, как хайлайтер делать, да, вот, жидкий, ну, как хайлайтер мне слабоват, то есть, знаете, и не туда, и не сюда получается, и не тон, и не хайлайтер, как хайлайтер, он получается мне, слишком перекрывает, допустим, у меня здесь румяна, у меня бронзер положено, потом румяна, я хочу, ну, как бы, это все оставить, и сверху просто подсветить, а вот эта штука, она мне, как бы, перекрывает, то есть, она закрашивает мне, мои красивые румяна, просто наверх класть, ну, можно ее под низ наверх, как бы, делать румяна, вот, сейчас пришла в голову мысль, как бы, да, но, блин, это такая заморочка, короче, девочки, кто хочет купить, как тон, как жидкий хайлайтер, вот, нет, лучше купить, вот этот glow maximizer, который в другом оттенке, допустим, если вам розовый, не очень, ну, к сожалению, не понравилось, вот я сейчас реально в раздумьях, что с ним делать, если кто-то купил, и вам нравится, и вы как-то используете его, как вам хорошо, поделитесь, пожалуйста, может, у меня просто фантазии не хватает, я не знаю, что с ним делать, потому что сейчас они его тоже показывают, как, как фильтр, как подсвечивание хайлайтерных зон, вот, то есть, все-таки, ну, как бы, ну, это too much, это для, для тональной основы, это прям too much, вот, и такая же проблема, девочки, купила я тоже у, Charlotte, вышел вот буквально недавно, там нельзя было купить, с официального сайта, только через приложение, которое ты должен скачать, ну, короче, они так нас, знаете, стимулируют, как бы, условно, купила Stick Foundation, девочки, он примерно такой же, как, как Dior Forever Glow, именно потому, что он слишком блестящий, то есть, тоже на центральной зоне, он too much glow, конечно, вот, мне очень нравятся стиковые фаундейшны, там и Huda Beauty, вы знаете, посмотрите, это нано-лето, я вам там порассказываю про стиковые фаундейшны, есть прям тоненькие, такие классные, по текстуре, как бы, все нормально, все окей, вопросов нет, то есть, она такая муссовая, девочки, но он чуть-чуть больше влажного блеска, чем у Dior получается здесь, но он тоже идет, он идет с покрытием, и он идет слишком блестящий, посмотрите, то есть, все центральные зоны, все поры, прекрасно, подчеркнуты, ну, немножко не понимаю, либо это на молодую кожу, которая там просто идеальная, и тогда оно все инстаграмно, красиво сияет, да, наверное, может быть, но для реальной жизни, для реальных женщин, я его пробовала, девочки, тоже взять как хайлайтер, и немножко мне металлическим, он как бы отдает, и некрасиво мне на моих морщинках, то есть, если вот у Diora Glow Maximizer, он как-то, знаете, скрадывает, он как бы немножко сглаживает морщинки, да, вот я на себя смотрю, я улыбаюсь, да, их видно, но не до такой степени, а когда вот идет металлический блеск, вы помните, то оно прям, прям конкретно, каждый, каждый рельеф тебе там подчеркнут, поэтому, извините, ну, 60 евро, по-моему, это все стоит, ну, как бы такое, в общем, я теперь думаю, что с ним делать, девочки, тоже, если кто-то купил, и у кого-то, как бы, получается, что-то с этим делать, поделитесь, пожалуйста, может быть, я попробую тоже, как-то по-другому, на какие-то другие зоны наносить, я не знаю, вот, поэтому, вот эти два продукта из новых, пожалуйста, вот обратите внимание на вот эти нюансы, если все-таки захотите, то вживую хотя бы пойдите потрогать, и попробуйте, чтобы вы понимали по текстуре, оно вам нужно такое, или нет, вот, потому что все-таки, на мой взгляд, лучше иметь классный фаундейшн, который тебе все закроет, или же пудру фаундейшн, да, которая тоже все закроет, и красивенько себе хайлайтером подсветили, и все, и вы звезда, именно в нужных зонах, а не там, где не нужно, вот, все, вот это вот два продукта, которые у нас были неудачны, так, дорогие девочки, я надеюсь, что вам было полезно, вдохновительно, заряжающее это видео по новинкам, потому что все-все у нас, это сегодня буквально было новое, купленное недавно, расскажите, может быть, у вас какие-то новинки этого лета есть, вот, которые вы прям купили, знаете, вы в восторге, вот это недавно вышло, вот оно такое красивое, оно вам идеально подошло, или, возможно, не подошло, то есть это тоже полезно нам знать, и, пожалуйста, выберите, пожалуй, следующую тему, которую, которую вот по вашим запросам, я хочу приоритетность понимать, да, что вам больше всего сейчас нужно, я вам сразу буду записывать, значит, тона на лето, я сделаю все-таки короткое видео, не шорца, именно вот разговорное, потому что надо поговорить, не могу я в шорцах, мне слишком мало, мало времени, смотрите, есть у нас запрос, помады на лето, по типажам, ну, такой тоже классный запрос, там можно и нюдовые, и яркие включить, и Шарла Тилбори, там у нас есть неизведанные еще с вами, так, помады на лето по типажам, косметичка минималиста, вот это тоже прикольная история, если вы куда-то едете отдыхать, чтобы не набирать с собой целый кейс косметики, и вообще, в принципе, косметичка минималиста, или повседневный макияж, то есть тоже быстрый, повседневный, тонкий, который из серии там выйти на прогулку, супермаркет, куда-то в клинику, вот тоже мне очень понравился запрос, выберите, пожалуйста, приоритетную тему, мне очень-очень нравится с вами, вот так, знаете, взаимодействовать, и прям вот в общении, готовить все по вашим запросам, вот, пожалуйста, пишите ваши впечатления, ваши запросы, пожелания, всего вам красивого, и самого наилучшего, хорошей косметики, ваша Марин, давайте я ولид, апреля, И даже, все ≫,